Экстремизм, приветствую всех неверующих граждан России. Сегодня вашему вниманию хочу предложить проект нового закона о защите чувств неверующих. Ведь Россия это светское государство, но чувства верующих почему-то защищены и оскорблять их нельзя. А как же наши чувства, чувства неверующих? Их оскорблять можно и ничего страшного. Поэтому я предлагаю следующее. Во-первых, необходимо запретить религиозную пропаганду детям, потому что ребенок должен сам выбирать, кем ему стать. Как запретили пропаганду гомосексуализма среди детей, необходимо также запретить религиозную пропаганду. Вырос, подумал, стал неверующим. Не подумал, стал верующим. Все просто. Дальше. Необходимо запретить вход детей в религиозные учреждения. Это оскорбляет чувства неверующих и может спровоцировать неправильное развитие в детской психике. Дальше. Необходимо запретить ношение религиозной одежды, атрибутики, прилюдное совершение религиозных обрядов на улице. Обязательно. Это оскорбляет чувства неверующих. Необходимо запретить строительство религиозных зданий своим видом, выделяющихся из окружающего ландшафта. Потому что вот такая вот, пожалуйста, махина оскорбляет мое чувство неверующего. Если здание уже построено, то его необходимо переделать в музей. А верующие должны посещать специально оборудованные комнаты молельные или здания, может быть, но внешним видом ничем не выделяющиеся из окружающих. Дальше. Лица, ранее судимые за пропаганду религии, не имеют права заниматься образовательной деятельностью. Никоим образом. Вот, наверное, каждый попадал в такую ситуацию, что идет он по улице, может, Христос воскрес. Звонят, Христос воскрес. Это дико бесит. Я не верю в Христоса. И в то, что он воскрес, я не верю. Это оскорбляет мое чувство неверующего. И таких людей необходимо наказывать штрафом, может быть, ограничением свободы, может быть, принудительными работами. Я не знаю как. Но ты поинтересуйся, веруешь ты или нет. Не поинтересовался сразу, оскорбил мое чувство. Отвечай по закону. Ну а как иначе? Кстати, в Библии написано, не суди да не судим будешь, и также возлюби врагов своих. Если человек называет себя верующим и пишет заявление об оскорблении своих чувств, он уже грешник и попадет в ад. Ну, это так. Для справочки, а вы, если поддерживаете мою инициативу, если вы тоже считаете, что верующие не должны иметь больше прав, чем нормальные люди, подписывайтесь под законом, ссылка на петицию под видео. Также ставьте лайк, рассказывайте друзьям. До новых встреч.